Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На заседании Президиума правкомиссии по региональному развитию в России была принята программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Республики. В режиме видеоконференции проект поддержал заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. Региональная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карачаева-Черкесии на 2023-2027 годы разработана с целью модернизации инженерных коммуникаций, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. В ее рамках будут построены и реконструированы 17 объектов вода и 4 объекта теплоснабжения. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах Республики. 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. По данным Международного агентства по изучению рака в мире каждый год диагностируется более 19 миллионов новых случаев заболевания. Вот уже 5 лет в нашей Республике функционирует крупнейший на Северном Кавказе онкологический диспансер, оснащенный по последнему слову техники. Какие операции сегодня проводят на его базе, что могут предложить наши специалисты пациентам, об этом и не только репортаж Мадина Лайпанова. Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер имени Бутова является крупнейшим на Северном Кавказе центром борьбы с онкологическими заболеваниями. На его базе функционирует современное диагностическое отделение с поликлиникой и стационар, рассчитанный на 100 коек. Ежегодно лечение здесь проходят тысячи пациентов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи федерального уровня. Роман Пантелеев узнал свой диагноз сразу после Нового года и буквально в течение недели после консультации специалистов был прооперирован одним из ведущих хирургов диспансера. Уже сейчас мужчина идёт на поправку и совсем скоро поедет домой, за что он чрезмерно благодарен всем причастным. Хорошего отзыва доктора Евгения Васильевича. Ну и соответственно поэтому я обратился в этот республиканский онкоцентр. Содержание очень комфортно, условия тоже тут, ну в палате все удобства. Ну то есть я доволен, но врачи квалифицированные, ну я считаю очень хорошие врачи здесь. Каждый год на базе диспансера увеличивается объём выполняемых оперативных вмешательств. Во многом это возможно благодаря постоянно обновляющейся материально-технической базе. Так за пять лет благодаря нацпроекту здравоохранения онкологический диспансер был укреплён 50 единицами передового диагностического и лечебного оборудования. Одним из последних приобретений стал суперсовременный томограф, который позволяет в разы улучшить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. В отличие от предыдущих моделей, этот аппарат он более современный, оснащён специальной технологией Биоматрикс, которая позволяет автоматически подстраиваться под физиологические особенности пациента и таким образом корректируется несоответствие при МРТ-исследованиях. То есть, вот это работает, когда пациенты проходят исследования брюшной полости без задержек дыхания. На предыдущих моделях исследования брюшной полости на МРТ-аппаратах все проводились с задержками дыхания. Постоянно обновляется не только оборудование, но и штат профессионалов, оказывающих высококвалифицированную помощь пациентам. Так, в конце 2022 года в онкодиспансере впервые начал проводить операции теракальный хирург. Если раньше больные были вынуждены обращаться в центры, расположенные в других регионах, то теперь необходимости в этом нет. Это новое перспективное учреждение, которое обладает очень большим спектром оборудования. Получена теракоскопическая стойка и другой инструментарий и оборудование, которое позволяет выполнять все объёмы теракальной хирургии. Операции только сделали две на той неделе. Были сделаны диагностическая теракоскопия для того, чтобы верифицировать диагноз, а также удаление образования средостения, сват с ассистенцией. Сейчас в Карачао-Черкесии показатели ранней выявляемости рака на первой-второй стадии около 60%, что говорит о соответствии федеральным индикаторам. При этом руководство медучреждения настроено улучшить данную статистику. Мы набрали очень молодой коллектив, современный, обучаемый. И если у нас есть вопросы по кадрам, иногда мы приглашаем с других регионов на работу к нам опытных врачей-онкологов для развития определённых направлений для лечения онкологической патологии. Помимо диагностической и лечебной функции, республиканский онкодиспансер проводит активную информационную кампанию по борьбе с распространением рака. Организовываются различные акции, призванные обратить внимание на серьёзную социальную проблему. Проводятся разъяснительные беседы с населением. Ведутся выступления на радио и телевидении. В Ростове-на-Дону военный госпиталь для оказания помощи медикам в лечении военнослужащих СВО отправили студенты, медики, волонтёры СКГА. Каждый из студентов самостоятельно принял такое ответственное решение. Многие из них оказывают помощь не впервые. Альбина Ламкова продолжит. Я сам еду второй раз. И первый раз мы туда попали в начале ноября месяца. Нас встречает и главврач, и, соответственно, и начмед, которые заселяют нас в казарму. И после этого, соответственно, назначают нам отделения, в которых непосредственно требуется наша помощь. Студенты-медики самостоятельно принимают решение, в каком отделении будут оказывать помощь. И Рамир выбрал нейрохирургическое. По кончанию медицинского института он будет работать в этом направлении. Проходя практику в военном госпитале, наши студенты-медики лечат не только тело, но и души. Все истории, которые рассказывают бойцы, они каждая по-своему уникальна и особенная. Потому что каждый по-своему проходит через этот путь, через участие в этой операции. Но каждая история, она полна патриотизма. И каждый боец, который рассказывает нам об этом, он мечтает вернуться обратно на территорию. Специальные военные операции, чтобы продолжить свою службу. Задача военного госпиталя – полная реабилитация больных. Студенты-волонтеры медицинского института СКГА помогают его врачам в лечении военнослужащих, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине с начала лета. Очередная группа волонтеров направляется в восьмой раз. Практически все студенты имеют начальную медицинскую подготовку. Многие из них прошли испытания в красной зоне в период пандемии. Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» вручало им благодарственные письма, грамоты за ту помощь, которую они оказывают нашим российским солдатам. И Руслан Махарович спросил, ребята, есть ли у вас желание продолжить эту миссию, эту работу? И вы знаете, в ту же секунду все 40 ребят, которые сидели за этим столом, подняли руки. Действительно, на глазах наворачиваются слезы и переполняют чувство гордости за тех ребят, которых мы обучаем. И хотелось бы выразить огромную благодарность их родителям. Элла Дормилова выразила уверенность в том, что ВУЗ выпустит не только профессионалов своего дела, квалифицированных медиков, но и настоящих людей-патриотов своего отечества и своей родины. В городском дворце культуры Черкеска состоялось торжественное открытие месячника «Патриотическая, спортивная и оборонно-массовая работа». В этом году он проходит под девизом «Есть такая профессия – родину защищать». Ахмад Халкечев продолжит. Торжественное мероприятие особо украсили музыкально-кареографические номера школьников и красочные выступления юно-армейцев. По традиции месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы объединит учащихся всех школ Республиканской столицы. Детей ждет насыщенный мероприятием и тематическими конкурсами и состязаниями месяц. Это будут уроки мужества, городской конкурс патриотической песни, соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, сдача норм комплекса ГТО, военно-спортивные игры, зорница и молодой защитник Отечества. Во все времена защита Родины была и остается священным и почетным делом. Сохранение и примножение славных военных традиций – один из главных приоритетов руководства города. Патриотическому воспитанию подрастающему поколению и впредь будем уделять пристальное внимание. Алексей Баскаев еще отметил, что в Республиканской столице из года в год сохраняются тенденции роста участия подрастающей молодежи в оборонно-массово-спортивных и патриотическо-просветительских мероприятиях, а также в исторических акциях. Целью мероприятий месячника является популяризация военных профессий, и повышение уровня патриотического воспитания в молодежной среде. В рамках торжества состоялось и официальное вступление новоборонцев в ряду военно-патриотического движения «Юнармия». Эта профессия объединяет в себе всех военных. Патриотизм у нас проявился, и мы хотели вступить в ряды «Юнармии» из-за того, что это патриотическое, так скажем, наставление на будущую жизнь. На данный момент «Юнармия» мне кажется, это только начало. Вот нас будут учить, не знаю, тренировать, какие-нибудь военные подготовки, и будут как-нибудь проявлять наш патриотизм, чтобы ты мог защищать и любить свой народ. Важно помнить, что патриотизм – это не просто слово, а активное участие в жизни общества и в помощи тем, кому она действительно необходима. Истинная любовь к родине заключается в стремлении беречь духовно-культурное наследие и природное достояние своего отечества, отметил министр по делам молодежи Карачаевой Черкесии Ибрагим Татаркулов. Воспитать человека, любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима. Если мы будем выполнять ее с любовью и добротой. Ахмат Алкищев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В Республиканской филармонии прошло награждение победителей конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей» и фотоконкурса «Человек труда в объективе». Почетными грамотами были отмечены учащиеся школы из всех городов и районов республики. Всего на участие в конкурсе было 316 заявок. Из них 45 стали победителями и призерами. На награждение побывал и наш корреспондент Альхан Лепшоков. Данный конкурс проводится в целях привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда средствами детского художественного творчества и призван содействовать развитию и совершенствованию данного направления. Поздравляя победителя республиканского конкурса, заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Ирина Гербекова отметила, что дети смогли так красочно отобразить в своих работах такие понятия, как безопасность и труд. Охрана труда, безопасность труда – это те взрослые понятия, о которых мы хотели бы сегодня поговорить путем детского рисунка. Это и возможность для деток раскрыть свои таланты, и возможность для нас еще раз подчеркнуть, что беречь свое здоровье нужно с детства, что беспокоиться о безопасности своей работы, своего труда, какие-то свои действия тоже нужно с детства. После Ирина Гербекова наградила победителя республиканского конкурса рисунков охрана труда глазами детей. Работы оценивались в двух возрастных категориях – от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет. Поддержать юных дарований пришли и их учителя, и родители. Хотелось бы выразить благодарность в первую очередь педагогам, которые помогали своим воспитанникам принять участие в этом конкурсе, подчеркнул министр труда и социального развития Карачаева-Черкесии Руслан Шаков. Мы с вами живем в мире опасности. И этих опасностей мы сможем с вами избежать, если будем знать, прежде всего, признаки этих опасностей, меры безопасности, правила поведения в тех или иных случаях. Я хочу пожелать нашим деткам, прежде всего, счастливого детства и отличной учебы. Каждый из нас старался передать, насколько важно соблюдать и оберегать себя и своих родных, отмечают участники конкурса. Я вижу то, что надо охранять нашу природу, и они приятны, когда твое творение, так сказать, замечают. И я рад, что это победил. У меня перебывает чувство радости и удивления, потому что я удивлюсь, что получил первое место. Надо всегда охранять природу, быть внимательным. Также для юных победителей была организована концертная программа с участием известных артистов республики. Алих Алипшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии определят лучших экспортеров. Подать заявку могут компании малого и среднего бизнеса из числа экспортеров нашей республики. Они принимаются до 15 апреля включительно. Подать документы на участие можно по адресу. Черкес, улица Ленина, 53, центр «Мой бизнес», рассказал руководитель центра поддержки экспорта Карачаева-Черкесии Рамазан Курджиев. Это ежегодное мероприятие. Победителям будут вручены ценные призы и сертификаты. Участие в конкурсе бесплатное. Отбираются победители по результатам экспортных операций за предыдущий годовой период. В рамках конкурса предусмотрены три номинации. Экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса и прорыв года. У нас есть интересные условия. Может быть, не все с ним согласны, но, к примеру, победители прошлого года у нас не могут участвовать в этом году, чтобы дать шанс новым, молодым, интересным экспортерам показать свои результаты и получить свой заслуженный приз. Сейчас время спортивных вестей. Какими мероприятиями была знаменательно прошедшая неделя? Слово Мадине Лайпановой, а наш выпуск завершил. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вести спорт» и с вами в студии Мадина Лайпанова. Какими были самые яркие события в мире спорта для Карачаева-Черкесской республики за прошедшие недели? Об этом и не только. В ближайшие 10 минут. Первый месяц года стал поистине урожайным на медали для спортсменов из нашей республики. Так, мужская сборная Карачаева-Черкесии по боксу завоевала пять медалей различного достоинства на первенстве Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 22 лет, которая состоялась в станице Суворовской Ставропольского края. Не уступили парням и наши девушки, завоевавшие золото и бронзу на окружном чемпионате. А вот сборная команда региона по легкой атлетике показала поистине ошеломляющий успех и собрала в копилку 33 медали различного достоинства на окружном чемпионате и первенстве. На высшую ступень пьедестала поднялись 10 спортсменов из нашей республики. Пять путевок на первенство России по греко-римской борьбе завоевали наши борцы до 18 лет. Стоит отметить, что такой высокий результат сборная показала впервые. Кунижев Беслам, Абессонов Станислав, Шанов Ислам, Меремуков Амин и Мельников Игнатий уже в марте поборются за право стать сильнейшими в России. Любой высокий результат в спорте – это симбиоз комплексной работы как самого спортсмена, так и тренерского штаба. Греко-римская борьба всегда считалась одним из самых популярных и развитых видов спорта в Карачаево-Черкесии. И вот юные спортсмены нашей сборной подтвердили это в очередной раз. Мы решили поближе познакомиться с некоторыми из них и, конечно, поговорить с главным тренером сборной по греко-римской борьбе. Как это было в нашем следующем сюжете. Две тренировки в день, здоровый сон и самодисциплина – таков рецепт успеха 14-летнего Ислама Шанова. В столь юном возрасте этот молодой человек уже является серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе, которым он, кстати, стал еще в 13 лет. И вот год спустя он снова берет на абордаж мечту о высшей ступени пьедестала национального первенства. В числе пятерых спортсменов из Карачаева-Черкесии он получил заветную путевку на главное состязание страны. Как признается молодой спортсмен, подготовка была непростая. Но ради мечты он готов на многое. Две тренировки в день тренировались. Готовились каждый день, так было. С сентября до января тренировались, так каждый день. Морально готовились к этим эскафорам. И хотелось попасть на Россию, на путевку в Россию. Больше будем делать, чем мы делали на данный момент. Первым хочу стать в этом году. И там, и там, до 18-ти, и до 16-ти. Если получится. Предстоящее первенство России пройдет уже в марте этого года в Самаре. На победу не только Ислама, но и еще четверых воспитанников надеется старший тренер сборной по греко-римской борьбе Таймурас Бабухадия, который уверен, что ребятам еще есть над чем работать. Еще время есть, еще подготовить на это соревнование. Чуть нас еще не дошли до конца, что ошибки были. Эти ошибки надо поправить. И сейчас, я думаю, что у нас ребята хорошие, то хороший результат пока ожидания. В преддверии первенства наших спортсменов ждет много работы. Совсем скоро состоятся сборы в горах, а тренировок станет еще больше. Не забудет тренерский штаб и о психологическом настрое борцов, которые, будем надеяться, порадуют нас золотыми медалями уже весной. Пока наши борцы греко-римского стиля показывают впечатляющие результаты, от них не отстают самбисты, которые совсем недавно отборолись на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по самбо и показали впечатляющие результаты. Более подробно о том, как прошли эти состязания и как будет проходить подготовка к уже первенству России, мы поговорим с главным тренером сборной Крачаево-Черкесской республики Пелялом Байчоровым. Здравствуйте, Пелял. Здравствуйте. Рады вас видеть сегодня у нас в студии. Итак, мы уже сказали о том, что наши самбисты показали хорошие результаты на первенстве СКФО, но стоит отметить, что это не первые состязания с начала 2023 года. Вот хотелось бы узнать, какие уже были и какие результаты наши спортсмены показали там. 2023 год у нас начался с турнира памяти Мухаммеда Кунижева, чемпиона мира, депутата Народного собрания. У нас с этого турнира 4 спортсмена отобрались на первенство России. А после этого уже... После этого у нас первенство СКФО проходило в Кабардино-Балкарии в городе Нальчик по двум возрастным категориям. 12-14 лет и 14-16 лет. У нас в возрастной группе 12-14 лет отобрались на первенство России 7 спортсменов. Двое из них заняли первые места. И в возрасте 14-16 лет тоже 7 спортсменов отобрались. Там тоже два первых места. У нас теперь будет в Казани первенство России проходить. И у нас также в городе КСТО, Нижегородской области, тоже будет проходить первенство России, где уже другая возрастная группа будет. И у нас еще февраль месяц, он весь такой загруженный. И с 13 по 18 февраля в городе Верхняя Пышма, это Свердловская область, это 18-20 лет возрастная группа, туда отобрались наших 3 спортсмена. И вот туда. А сегодня, в данный момент у нас первенство России проходит 14-16 лет в городе Армавир в Краснодарском крае. И спортсмены там участвуют. С 30 по 4 февраля, с 30 января по 4 февраля первенство России проходит. У нас вчера три мальчика отборолись. Одной схватки не хватило одному. Если бы одну схватку 1-0 проиграл, дальше был бы он уже уверенно в тройке, на пьедестале был бы. Ну, одного балла не хватило, он проиграл. Вот сегодня у нас... Тоже кто-то борется, да? Сегодня взвешивается один участник весовой категории до 70-го килограмма. И он будет выступать завтра. И завтра еще два спортсмена, которые в тяжелых, более тяжелых весовых категориях. 98 килограмм и плюс 98. Ну, в любом случае, пожелаем удачи и успехов нашим спортсменам, тем, кому еще предстоит бороться. Наверняка вы, как главный тренер, знаете, что определенную роль в успехе любого спортсмена играет психологическая составляющая. Вы как-то готовите, ребят, к тому, что на первенстве России они наверняка встретят уже таких соперников посерьезнее, чем на окружном. Ну, да, на первенстве России каждый со своего округа, с федерального округа отбирается лучше. И там уже не первенство СКФО, там первенство страны со всей России собираются лучше. И там уже тяжело. А есть какие-то постоянные наши соперники? Может быть, традиционно сильные борцы из каких республик встречаются? Ну, и вот именно самбо сильные школы. Московская школа, самбо 70-е, Кстовская школа, где Всемирная академия, самбо Нижегородской области, Рязанская школа, хорошие самбисты. А вы как-то изучаете тактику этих борцов? Я не знаю, проводится какая-то работа, может быть, тренерским штабом? Или, может быть, сами спортсмены смотрят схватки своих соперников? Ну, и спортсмены, и спортсмены смотрят. И вот, допустим, Кстовская школа, она славится тем, что они партер, болевики, болевые приемы в партере. Они могут проигрывать в стойке, но в партере они шансов не упускают. И мы своих спортсменов готовим именно под этих спортсменов тоже. Даже если сам болевые приемы в партере не будет проводить, если его атаковать будут, как защититься от этих болевых приемов? Помимо того, что вы являетесь главным тренером сборной по самбо, вы также тренируете детей, спортсменов по дзюдо. И мы знаем, что совсем недавно вы со своим воспитанником были на соревнованиях в Белоруссии. Вот хотелось бы рассказать нашим телезрителям, что за соревнования эти были. И мы даже знаем, что он там занял первое место. Вот расскажите, что это были за соревнования. Он является членом сборной России в возрасте до 18 лет. Он стал победителем первенства России в рамках «Спартакия» до России. И вот он два раза был на сборах в Подмосковье. И главный тренер мне позвонил и предложил весовую категорию, в той, в которой он на России выступал. В этой весовой категории там сборная России 7, 8, 50, больше 50 спортсменов. И на это первенство, открытое первенство «Беларусь», это международный турнир, выставили 6 спортсменов. Из 56 спортсменов, в том числе и нашего воспитанника Ибрагима Гучияева. Он выступал в составе сборной России номер один. Россия выставила две команды. Первый состав и второй состав. Второй состав, к сожалению, проиграли команде «Татарстана». И в финале они встретились с нами, с командой России номер один. И со счетом 9-3 мы их выиграли. И наш Гучияев Ибрагим все свои схватки, четыре схватки, он встречи выиграл. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Пожелать успехов нашим сборным, как по самбо и по дзюдо. Будем надеяться, что 2023 год принесет нам очень много золотых медалей. Спасибо большое. Спасибо. Такими были вести спорта Карачаева Черкесии. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.